4 октября в актовом зале городской администрации прошло заслушивание отчета о проделанной работе Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения под председательством главы города Зайнудина Акмазова. В работе собрания приняли участие заместители главы администрации, руководители управления отделов и ведомств муниципального, республиканского и федерального уровня. Главным докладчиком по основному вопросу выступил начальник управления транспорта Магомед Магомаев, который рассказал о принимаемых мерах в целях реализации основного направления государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения. Для заседания городской комиссии до отчетного периода рассматриваются вопросы по правилам организации перевозки детей автобусами. Это постановление правительства Российской Федерации 1177. О недостатках обеспечения безопасности дорожного движения по перевозке детей в школьном автобусе. Состояние работы по профилактике детских дорожных транспортных травматизм в средних школах и дошкольных учреждениях. Обучение детям наукам безопасного поведения по направлению части дороги. Состояние аварийности и мероприятия снижения. За отчетный период комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения проведены семь заседаний. Основной целью комиссии являются согласованные действия всех организаций города по обеспечению безопасности дорожного движения, подчеркнул Магомаев. Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД по городу Хасаверт, капитан внутренней службы Абдул Насир Табиев отметил, что по итогам работы за отчетный период удалось достичь снижения дорожно-транспортного травматизма. Есть снижение части ДТП. У нас снижение и детский травматизм, и в школах, и в садиках. Нормально уже проводится работа. Вчера тоже проводили акции. А так, в целом, и вот эти пробки, то, что сейчас уже выставляют снаряды, где именно очаги этих ДТП и пробок. Поэтому в этом плане тоже работа ведется. Комментируя доклад о проделанной работе, заместитель глава администрации Шамсудин Халитов отметил, что в рассматриваемом вопросе есть множество моментов, которые требуют внимания и совместного решения. Для того, чтобы достичь положительных результатов, необходимо провести большую совместную работу. Есть вопросы, которые затрагивают ведомство абсолютно всех уровней служб, и решение должно быть комплексным, отметил Халитов. Профилактическая работа, она проводится не на плохом уровне и сотрудниками ГИБДД, и работниками транспортных управлений, особенно в вопросах детского травматизма. Есть анализ совершенных дорожно-транспортных происшествий. Не знаю, почему Магмед этот цифр не привел. Идет снижение. Общественный транспорт на протяжении последних, наверное, наших лет пяти, не совершает таких крупных дорожно-транспортных происшествий. Заслушав отчет начальника управления транспорта Магомеда Магомаева и остальных выступающих глава города, Зайнудин Акмазов отметил необходимость принятия конкретных мер для решения всех обозначенных проблем. Возможно, там каким-то образом, независимым от нас причинам, процентным отношением в городе, и не выше, чем в других местах аварий. Но здесь тоже вызывает большую тревогу состояние. Конечно, и состояние дорог, это и состояние работы ГИБДД, и поведение этих самых водителей. В такой теме, как человеческая жизнь, мы не должны успокаиваться статистикой и показателями. Если есть хоть одна потерянная жизнь, значит, есть еще недоработанные моменты, сказал Акмазов. Также глава города отметил, что необходимо проводить обширную профилактическую работу в среднеобразовательных учреждениях. По итогам всех выступлений были даны рекомендации для устранения всех выявленных недостатков и вопросов, требующих доработки. Заре Махайбулаева, Тагиб Магомед Набиев, информационная программа Пульс.